Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я усыпь читаю, дам комментарии, мы с вами это все обсудим. Если вы считаете, что такие видео полезны на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь моими видео в соцсетях. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Хочу поделиться своей историей отношений с нарциссом для видео. Меня зовут Ангелина и с Сергеем я познакомилась, когда еще была совсем подростком, 17-18 лет. Он старше, видный, за собой внешне ухаживал, как было раньше модно, гелем укладывал волосы. Конечно, меня он сразил и так мягко подстроил все, чтобы жить со мной. Конечно, в первые полгода было все тихо, а потом началось. Исмайлики. Как вспомню, самой не верится. Я была кем угодно, но уже не такой хорошей и такой нужной. Я училась, а он сидел на шее моей и моей мамы. Фактически она нас и тянула. Шло время, ему хотелось уже чего-то большего. Купить вещи, сигареты, кольцо золотое себе. В итоге он пошел на работу и купил сам себе кольцо. Мне было очень обидно. Так как все это время мы его тянули, а он даже не поблагодарил. Как оказалось, у него были девушки на стороне. И однажды она мне позвонила и все рассказала. Где он, с кем вытирает об него ноги на самом деле. Что она ему все покупает, а он ей чуть ли не ноги за это лежит. Я его любила и была типичным невротиком. Добро пожаловать в клуб невротических отношений. Чего только он не просил меня делать. Доходили просьбы до измен ему. И все было. И яичницу я не умею жарить. Хотя я училась на тот момент на технико-технолога предприятия общественного питания. У нас были и драки. Он меня голую, связанную ремнем избивал ногами. По коврам меня за волосы таскал. Было даже такое. Приходил с гулянок с друзьями. Я спрашиваю, где ты был? Я переживала. А он отвечал ложью. Я это прекрасно чувствовала. Это меня могло взбесить. И я помню, как дала ему затрещину. А он ответ с ноги прямой ударил меня. В легкое со всего размаху. Как в фильме прям. Это, конечно, не смешно. Я упала на кровать. И спазм легкого случился. Как раз на выходе я думала, что просто умру. Если что, то сама я не смогу что-то сделать. И голосом я пыталась расслабить свое горло. И с тех пор начался переломный момент. Я стала играть по его правилам. Я потакала его всем прихотям. Везде уличала во лжи. Было и такое. Но пыталась, типа, даже вены себе резать. Привлекать внимание. Я стала играть с ним. Лезвие я выхватила. И стала резать себе вены. Смотря ему в глаза. Видя его страх. Он, конечно, не дал мне это сделать. Он был в розыске. И если бы его нашли с трупом в чужой квартире, то посадили бы. Офигеть, у вас партнер в розыске. Вообще, о чем думаете, когда с таким в отношения вступаете? Я имею в виду, что как бы это определенный контингент. В итоге от него я уйти не имела сил. И только Бога молила, чтобы не я его выгнала, а он сам ушел от меня. Конечно, мы много раз расходились, сходились до тех пор, пока это ему было нужно. В один момент он на мою просьбу уйти просто развернулся и ушел. Конечно, я его потом вернула. Девушка от него забеременела. Я уже чуть ли не удочерить готова была неродившегося чужого ребенка. И помогло мне то, что когда я готовилась к госэкзаменам, и готовилась с мальчиком из одной группы, он видел, как я ревную все время своего парня. Да что там скрывать, я и пить тогда даже началась. Стакан вина выпью, усну. Это вся моя была еда на весь день. Я похудела на 7 килограмм. Однажды он мне сказал, ну бросит он тебя. И второй бросит, и третий, и так далее. А меня это как холодным душем окатило. Я сама себе сказала в тот момент, что такое я не допущу. На ваше усмотрение, что можно опустить в моем рассказе, на самом же деле, намного больше я уже и забыла все это давно. Сейчас я замужем, у меня двое детей. А он все где-то крутится рядом. Нет, я его не вижу. Ну в однокласснях, то еще где-то редко, но метко я его замечаю. Я хочу, чтобы мой опыт был полезен и другим несмышленным девушкам. И, конечно, я благодарна и судьбе, и этому Сергею, в принципе, за все, что было. Он даже меня спас от поездки за границу на работу, как оказалось, для оказания каких-то там нехороших услуг. Я про это, конечно, была ни слухом, ни духом. Я все понимала. Я не представляю, как мне хватило вообще духа уйти от него. И никто меня тогда не мог оторвать от этих отношений. Еще девушка написку сделала. Это часть моей жизни. Я бы хотела, чтобы другие не совершали моих ошибок. Отчасти я и сама виновата во многом. Я не смогла молчать. Я стала истеричкой, нервной, раздраженной и мечтала стать прежней. Если хотите, я вспомнила еще кое-что. Ночевали у нас два его друга. Мы все в одной комнате спали. Он клонял меня к интимной близости, а я против была, так как вообще-то мы не одни. В итоге он замахнулся, и я увидела, как летит кулак. Я увернулась, но все же бровь он мне рассек. До сих пор у меня остался шрам. Когда избивал меня тогда голой связанной ремнем, то бил только по бедрам. Были огромнейшие синяки с ладонь уродливого цвета. Но последнее, чем он меня удивил, так однажды пришел ко мне, как от погони. Порезал сам себе кожу на локте и приказал всем говорить, что это его избили. И такую чушню, что я решила подыграть ему. Видимо, выкручивался перед дружками своими за что-то. Вот такая история. Простите, галочка, что настолько открылась свой мир. Не всегда это приятно читать. И, кстати, после того мы разошлись, я познакомилась с будущим своим супругом. Я изменилась, как все-таки мужчина действует на женщину, дополняет ее. С ума сойти просто можно. Но такова моя судьба. Желаю вам и всем-всем здоровья и самого наилучшего. Не дай Бог пройти что-то такое, похожее на мое, хотя бы отчасти. Спросите, смогла ли моя мама что-то сделать тогда, чтобы я ее слушала и так далее. Мама моя была спокойная, хоть и не настаивала, но не принуждала меня. Отец у нас жил раздельно, хоть и считался как бы с нами в семье. Этот Сергей всегда знал, как ему правильно держаться при моих родителях. Он знал, что если что, отец его бы просто размазал по стенке. В общем, такая история. Это вам пример абьюзивных, ненормальных отношений девушки-невротика. Не знаю, насколько вы смогли излечиться от этого, от невротизма. Вы утверждаете, что да, но это надо смотреть ваши отношения, которые сейчас происходят. Потому что позволять себя настолько избивать, терпеть и не уходить от этого. Так долго, скажем так, в этом находиться. Не верится, что в один момент вы типа встретили мужа и так перестали быть невротиком. В один миг я в это не верю. Потому что слишком многое вы позволяли, слишком много травм было. И это так все легко не решается, не проходит. Может быть, эти все моменты еще такие есть. Но более в лайтовом варианте в отношениях сейчас с вашим супругом просто вас не бьют. Там как-то не издеваются или что-то подобное не происходит. Поэтому вам кажется, что это уже окей и нормально. Но если в этом разбираться, может быть, все не так идеально, как вам хочется. Но если вы довольны своей жизнью, вы рады тому, что у вас происходит, я за вас искренне рада. Я хочу, чтобы эта история тоже... Да, вы правильно сказали, это было читать очень неприятно. У меня было ощущение злости. Потому что человек позволяет к себе такое отношение. Это вообще, в принципе, ужасно все. И, знаете, читая о каком-то насилии, зная, что это вообще вокруг нас очень много, где происходит в бытовой жизни, повсеместно, где-то за дверями каждой квартиры, по соседству, это страшно. Мне страшно от того, что люди страдают. И я, в принципе, понимаю, что отчасти это их выбор. И тогда, находясь в этих отношениях, это был ваш выбор. Я, как поняла, человек вообще, в принципе, определенный контингент людей таких. Розыск, дивергентная, отклоняющаяся от нормы поведения, алкоголь, избивать женщину это нормально и так далее. Честно скажу, у меня вопрос к вашим родителям. Как вы сказали, папе было бы... Папа бы хотел размазать, да, если бы знал. Вы не говорили якобы, нет. Поверьте, ваши родители в любом случае замечали, но не хотели замечать, закрывали глаза и мамы. И даже на расстоянии папы от того, что с вами происходит. Как вы сказали, мама не могла повлиять, я ее не слушала, к сожалению. Но, знаете, при определенном нажатии... Я вот у кого дети есть, кто у невротических таких отношениях с абьюзерами всякими и так далее. Поверьте. Если вам очень сильно жалко вашего там родственника, ребенка, кого бьют и так далее. Ну, честно, когда идет вопрос жизни, смерти, физического насилия, я считаю, что влазить в это нужно. Потому что жертва не всегда адекватна. И не всегда известно, какой момент будет последним, да, когда он сейчас тебе головой об стену шваркнет, ударя, да, и не оторвется ли у тебя тромб и не умрешь ты просто, да, или аневризм какой-то будет и все прочее. То есть неизвестно, когда последний удар или какое-то насилие, жест какой-то будет последним и приведет это к смерти. И тогда родственники будут себя винить за то, что силой не влезли в этот конфликт. Я считаю, что если идет физическое рукоприкладство и насилие, родственники, друзья, родители не должны оставаться в стороне, а должны нагло влазить в такие отношения, потому что речь просто идет о жизни и смерти, о безопасности физической человека. А как психолог я могу сказать, что это может и не помочь, естественно, но хотя бы снять чувство какое-то долга близкие люди должны, по крайней мере, попытаться на это повлиять. Потому что жертву, повторюсь, не всегда вообще в адеквате, и они привыкают к насилию, им кажется, ну, толкнули об стену, это нормально, головой об стену потом ударили, нормально, ножом пурнули, это тоже нормально, вены резут, жуты, пинают, связанную ногами, это нормально. Понимаете, видите, у нее градус рос вот в истории, насилие росло, она позволяла, она была не в адеквате. Поэтому в таких ситуациях вмешательство близких людей обязательно. Хочу, чтобы вы сделали об этом такие выводы. Спасибо за историю, комментарии под видео, может, вы можете поделиться с чем-то подобным своим, либо дать какие-то советы для девушки, для реапилитации и так далее, ее нормальное возвращение в соцсум, советы какие-то дать. Если видео было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда оставляю свою почту под видео, можете присылать ваши истории, или записываться на психологические консультации. Спасибо за внимание всем.